В Барселоне, в Испании, разрабатывается новое инновационное устройство для помощи людям, страдающим пищевыми аллергиями. Таким людям, как 11-летний Иван, которому вместе с мамой Нурьей, надо еженедельно посещать больницу Сан-Жан-де-Дио. Иван давно находится под нашим наблюдением, и у него множественная аллергия. У него аллергия на молоко, орехи, бобовые, яйца и киви. Привет, как дела? Хорошо, давай измерим твое давление. Ему было 8 месяцев, и тогда он впервые попробовал яйцо. Все его лицо и тело опухло и покрылось сыпью. Ну, как у вас дела? Сейчас я чувствую себя очень хорошо. А как мама? Трудно ей делать покупки? Да. У мальчика много разных пищевых аллергий. И несколько раз у него была сильная аллергическая реакция, когда ему потребовался адреналин. Это непростая ситуация, с которой семье очень трудно справиться. Ситуация действительно очень сложная для таких детей. Одной из самых больших сложностей для Нурии является покупка абсолютно безопасных для Ивана продуктов питания. Что касается покупок в магазине, то мы всегда делаем покупки в одном и том же месте. И всегда покупаем одни и те же продукты. Очень сложно с этикетками. Например, я всегда ношу их с собой. Я всегда должна носить с собой список с продуктами, которые могут содержать яйца или добавки. Каждый раз надо смотреть и проверять список, чтобы понять, можешь ли ты купить данный продукт, и есть ли он в списке. Это очень сложно, но очень важно. К счастью, ситуация для Ивана начинает меняться. Сейчас здесь испытывается новый метод на соответствие продуктов питания и истории болезни пациента. Это технологическая платформа, целью которой является оперативное представление людям правильной информации об аллергенах и питании. Сначала мы решили, что она должна быть проста в использовании и понятна людям так, что даже ребенок смог бы ее использовать. Мы решили использовать символику, которая будет хорошо понятна людям разных культур. Если вы увидите зеленое яблоко, то продукт можно употреблять, и красное яблоко, если нельзя, из-за аллергической реакции. Ребенок 10-11 лет спокойно может пойти в кандидерский магазин и купить продукты, которые подходят ему с помощью этих яблок. Это открывает много возможностей. На наш взгляд, это очень интересная работа, так как люди могут легко определить аллергены, содержащиеся в продуктах. Точно так же, например, с орехами. Есть дети, у которых аллергия не на все орехи, а только на один конкретный вид, и они могут переносить все остальные. Сегодня, например, на этикетках часто указывают, содержат следы орехов, а мы сможем определить, какой именно это вид орехов. Миндаль, арахис, фундук или что-то иное. Таким образом, люди будут вооружены знаниями и смогут разнообразить свою диету, тогда как сейчас они сильно в этом ограничены. Таким образом, тот, у кого аллергия только на миндаль, сможет спокойно есть все остальные продукты. С существующей маркировкой люди действительно ограничены в выборе, но с помощью данной системы они могут разнообразить свою диету. Сейчас Иван помогает тестировать эту новую технологию, которая позволяет сравнить его медицинские данные с ингредиентами, указанными в электронном виде на продуктовых этикетках. Нас пригласили принять участие, и я подумала, что мне это очень интересно, поскольку маркировка может быть нанесена неверно, и я не могу рисковать и пробовать все продукты. Да, это здорово. Это очень легко, и ты экономишь много времени, несмотря на этикетки. С помощью технологии ты можешь просто на них посмотреть, и ответ сразу появится. Раз, вот и все. Тебе достаточно просто посмотреть на них. По-моему, все сделано для того, чтобы облегчить жизнь таким людям, как мы, с такими же проблемами. Вся маркировка продуктов питания была разработана на основе кодекса «Алиментариус». В 2013 году кодекс «Алиментариус» отмечает свой 50-летний юбилей. Он был основан продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций. И Всемирной Организацией Здравоохранения с целью охраны здоровья потребителей и соблюдения принципов справедливой торговли пищевыми продуктами. Кодекс проделал колоссальную работу по обеспечению безопасности продуктов питания во всем мире. Мы также можем утверждать, что в глобализированном мире будущее за использование информационных технологий, которые служат людям для обеспечения продовольственной безопасности. Доктор Виценте Варрея Кальдерон тоже участвует в испытании. Когда меня попросили участвовать в проекте, меня привлекло в нем то, что с самого начала покупки, то есть с того момента, когда я решаю, что куплю этот продукт, вот тогда и начинается терапия. Доктор Кальдерон признает, что благодаря Кодексу Алиментариус была разработана эта информационная платформа. Кодекс Алиментариус – это солидная платформа, которая в течение всех этих лет оказывала влияние на пищевую промышленность, подняла политическую осведомленность, и мы ей обязаны нашим сегодняшним положением. То есть, раньше каждый делал, что хотел. Кодекс Алиментариус навел порядок и строгость. Это повысило уровень информированности в сфере пищевой промышленности среди политиков и потребителей. Как мы говорим, в Испании все делается так, как этого хочет Бог. В то же время, испытания информационной платформы продолжают давать надежду тем, чья жизнь зависит от пищевой аллергии. Я думаю, что это отличная идея, и это сильно облегчает нам жизнь. Простой взгляд на зеленый или красный индикатор дает вам чувство безопасности и душевного покоя. И мы благодарны за это. Это делает нашу жизнь намного легче. Продолжение следует...